Эл. Джей. Шен. Сломленный рыцарь. Издательство Эксмо. В мире огромное количество романов о любви со счастливым концом. Но под обложкой нашей книги разорванные страницы, пропущенные главы и горький финал. Луна Рескот. Сладкая, заботливая, милосердная, тихая, фальшивая. Под кроткой внешностью скрывается девочка-пацанка, которую обожают все вокруг. Луна всегда знает, о чем и о ком она мечтает. О соседском мальчишке, еще в детстве ставшем ее лучшим другом, который научил ее смеяться. Жить. Любить. Найт Кол. Красивый. Сексуальный. Популярный. Лживый. Этот безбашенный спортсмен способен покорить любую девушку одним взглядом. Но его внимание достойна лишь одна — Луна, еще в детстве украшавшая его сердце. Но она уже не та, кем была раньше. Ей больше не нужна его защита. Когда жизнь делает крутой поворот, золотому мальчику приходится осознать, что не все рыцари — герои. Иногда величайшие любовные истории обращаются трагедией. Тот, кого я любила, однажды дал мне коробку, полную тьмы. Понадобились годы, чтобы я поняла. Это тоже был подарок. Мэри Оливер. Глава первая. Найту девять. Луни десять. Найт. Я врезал кулаком по стволу дубового дерева, ощущая знакомую боль от свежего пореза, когда кожа на костяшках лопнула. Самоповреждение помогает мне лучше дышать. Я не знал, что все это означает, но это заставляло маму плакать, когда она закрывалась в ванной и думала, что никто не слышит. Каждый раз, когда она замечала мои изрезанные руки, у нее начиналась истерика. Так же это стоило мне еженедельной поездки до парня в костюме, который расспрашивал меня о моих чувствах. Наушники ограждали меня от пения птиц, сверчков и хруста сухих листьев под ногами. Мир говно. Хватит с меня слушать его Break Stuff, Лимбискет. Мой официальный гимн плохих времен. Фред Дерст, может, и похож на мошонку в кепке, но в чем-то он прав. Бум! 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 Большинство детей любят бить друг друга. Но не я. Я хочу вредить только себе. Я не чувствую боли в сердце, когда ощущаю ее в теле. Простая математика и довольно хорошая сделка. Шишка упала мне на голову, я прищурился. Моя тупая соседка Луна сидит на тонкой ветке рядом с домиком на дереве, подбрасывая в руках еще одну шишку и размахивая худыми ногами. За что? Я вытаскиваю один наушник. Она кивает головой, предлагая сесть рядом с ней. Я не двигаюсь. Она машет рукой. Не-а! Я пытаюсь собрать побольше слюны, чтобы сплюнуть. Она приподняла бровь. Ее способ — спросить, что случилось. Луна надоедливая, но только со мной. Хреново. «Вон украл мой велосипед!» — заявил я. Я бы выбил все дерьмо из моего так называемого лучшего друга Вона, если бы был уверен, что не убью его случайно. Он сказал, что хочет вывести меня из себя. «Выйди из своей зоны!» Что бы это ни значило. Что еще за зона? Да что он знает обо мне? О злости. Его жизнь идеальна. Его родители здоровы. У него даже нет надоедливого младшего брата, такого как Лев. Луна бросила вторую шишку. Но в этот раз я ее поймал, замахнувшись рукой, как настоящий игрок в бейсбол, и бросил в нее, но специально промахнулся. Я сказал «нет!» Она достала третью шишку. Они хранятся в шалаше на случай, если на нас нападут. Чего, если честно, ни разу не случалось. И устроила настоящее шоу, бросая ее в меня. В конечном счете я сорвался. «Ты такая тупая!» Она моргнула. «Прекрати на меня так смотреть!» Еще раз моргнула. «Черт возьми, Луна!» Меня не волнует, что там говорил Вон. Я никогда не хотел целовать эту девчонку. «Помоги мне, Боже, если она попросит меня об этом!» Я забрался на качели из колеса, а с них — в шалаш. Вон считает, что он слишком крут для шалашей. Хорошо. Это еще одна наша с Луной вещь, которая его не касается. Луна спрыгнула с ветки, прокатилась по земле, подпрыгнув, как ниндзя, и с довольной улыбкой стряхнула с себя пыль. А потом она побежала прямо на улицу. Быстро. «Ты куда?» Закричал я, будто она бы ответила. Я наблюдал за уменьшающимся пятнышком ее спины. Мне всегда грустно, когда она уходит.